Окей, now is the time to story of One Punch Man. Все же знают, что Кинг очень любит игры, а еще он затянул туда и Сайтаму, и теперь они частенько зависают в видеоиграх, как и мы с моим другом Криксом, с которым мы нередко играем в такие игры, как CS GO, Valorant и другие. Так что я прошу вас спуститься в описание под видео и подписаться на его канал. Ну а с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Что случилось? Он пришел из ниоткуда. Его сила превысходит даже этого лысика. Эй, ты же охотник на героев Гарроу, да? Он определенно выглядит, как мое ядро. Да, когда я очнулся, оно было в моей руке, а промежность моих штанов была разорвана. Какое необычное явление. Давайте я попробую подключиться и активировать его. Ого, включилось! Ага, что за черт? Похоже, оно настоящее. Ага! В этот самый миг, память ядра, которая пересекла время и пространство вместе с Айдамой, перетекла в Геннесса. Эй, эй, эй! Ага, что такое, Геннесс? П-прошу простить, голова кругом пошла. Мастер. Это определенно точно мое ядро. Так что же это за воспоминания? Не может быть. Будущее, которое могло бы произойти? Учитывая обстоятельства, можно предположить, что... Учитель! Разве вы ничего не помните? Ага, что именно? Согласно воспоминаниям, которые остались в этом ядре, оно и вы, учитель, пришли из будущего. А-а-а-а? Если вкратце, то это всего лишь гипотеза, основанная на так называемом параллельном мире или теории мультивселенной. Но я подозреваю, что это ядро пришло из одного из бесчисленных параллельных миров, которые отклонились в результате ваших действий. Я не знаю, в какой момент произошло это расхождение, когда наблюдатель принимал решение или когда наблюдатель предпринимал действия. Но одно можно сказать точно, что новые вы отделились от первоначального вас в начале вашего путешествия во времени и сливаются с вами в этой временной шкале, когда движение было завершено. И слились с вами в этой временной шкале, когда движение было завершено. Время разделения и слияния может быть ключом к тому, когда параллельные миры разделились. Возвращаясь к тому, что я говорил, в будущем, откуда это ядро появилось, я был убит Гарроу. Даже если бы вы многое скрывали, Гарроу никак не смог бы вас переиграть, независимо от того, сколько существует параллельных миров. И на самом деле, события, связанные с ядром, ясно показали, что даже если бы и произошел худший исход со смерти меня или всех других героев прямо перед вашими глазами, вы бы превзошли время и пространство, чтобы спасти всех нас. Ваша способность преодолевать законы причинности и манипулировать ими теперь являются абсолютным доказательством вашего совершенного безупречного чувства героизма, что и стоило от вас ожидать. Учитель, что касается принципов, лежащих в основе путешествий назад во времени, мы можем предсказать, что оно попадет под один из трех сценариев. Первый из них таков, основываясь на теории относительности нахождения скорости за увеличение массы этому ресурсу... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ясненько. Так или иначе, хватит об этом. Рад видеть, что ты такой же, как и всегда. Ага. Он не вспомнил? Просто не слушал? Или просто не помнит? Вряд ли. Ведь это Учитель. Вероятно, как и тогда с Морским Королем, он решил проявить благородность и превознести боевые заслуги других героев. Во всяком случае... Учитель, вы пролетели через время и пространство, чтобы спасти всех и весь мир. Ни Гарроу и никто другой во всей вселенной, кроме вас, Учитель, этого не знают. И кроме меня. А? Чего ты смеешься? Да так. Мне нужно рассказать об этом людям, которые должны это услышать. Это моя обязанность как ученика. Учитель. Знаете, вы появились как раз в самый последний момент и спасли всех, как и положено Герою. Э? С чего ты это вдруг? Во всяком случае, обычно я не успеваю вовремя. Нет. Вы определенно успели вовремя. Терео. 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 Подъем, Терео. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Мне это приснилось Там чьи-то голоса Все сейчас там Ура! Умри, охотник на героев Неплохо ты нас отделал, да? Теперь наша очередь охотиться Это конец Все кончено Таинственный удар развеял божественные силы Гару никак не мог понять, как это произошло И все же, как ни странно, он принял это без сопротивления Возможно, это произошло, потому что все было устроено им же только из будущего Хотя Гару никак не мог этого знать Что случилось, неудачники? Эти ваши жалкие удары Все на что вы способны Эй, а ну остановились Все, что вы делаете, так это бьете избитого парня А? Ты на чьей-то стороне? По вине этого тейпа мы были ранены Ты же видел, как он буйствовал, верно? Если мы будем просто сидеть и мило болтать об этом То он испепелит нас всех Этот человек-монстр Уже превратился в полноценного монстра Его казнь Это единогласное и неизменное решение Ха, не помню, чтобы я давал согласие И я, и я Ты еще кто? Ага, кто победил Гару? Дядька Бласт? А то у меня голова закружилась Я толком ничего не увидел Внезапно появился совершенно голый мужчина Который с одного удара победил Гару и потом улетел Безусловно, это выглядело как один из тех приемов Бласта Ага, чего? Бласт? Хочешь сказать, что он нам помог? Но почему голый? Учитель Я считаю, что только вы имеете право решать, как поступить с Гару Ага, с чего бы? Знаешь, и не такой я уж и спец в подобных родах дел Но похоже, он просто позволяет им бить себя Почему бы не позволить каждому заниматься своим делом? Не то, чтобы это действительно имело большой эффект Ага, Гару Хватит Я хочу кое-что спросить у этого парня Ага, зомби-мен, сан Гару Я не думаю, что человек Сможет получить силу такого масштаба Став монстром Источники этой силы иной А ты просто выступил аватаром Верно? Допустим Божественный Или что-то в этом роде С одним из наших врагов было что-то подобное Божественный? Бласт тоже говорил что-то похожее Разве? Хе-хе-хе-хе 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 Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Что ты там сказал? Божественная Ты совсем башкой тронулся? Все, что здесь произошло Было только из-за меня Давай же Немедли Убей меня Прикончи меня Этот парень Больше не хочет жить? Ты сам этого хочешь Так и быть Исполню твою казнь Остановитесь! Торео Торео, кун Вы все безжалостны Разве вы не герои? Почему вы все это делаете? Этот дядя настоящий герой Который много раз спасал меня Дядя, быстрее убегайте О-о-о Пожалуйста Не обижайте дядю О, так это и есть тот дядя О котором говорил Торео, кун О-о-о Понятно Этот монстр обманул тебя И переманил на свою сторону Бедное дитя Это не так Теперь нам нужно выполнить наши обязанности Как героев Мы не навредим ему Поэтому, пожалуйста Веди себя тихо Ты врешь Ты только что говорил о его казни Блин, что же делать? Тут не о чем спорить Мы же не можем просто отпустить его Верно? Конечно Вы хоть представляете Сколько еще урона могут нанести монстры Благодаря этому парню Похочившемуся на героев Да, и в конце концов Он же монстр Так что у нас нету другого выбора Ага О-о О, Кинг-сан А ну быстро прекратили это все Перед вами стоит ребенок Мотор Кинга На максимальной мощности Кинг Да он в ярости Мы сделали что-то не так Эй, Кинг Кинг-сан Гарроу Я не позволю тебе так легко расстаться со своей жизнью Если ты причинил вред людям То должен компенсировать ее в десятки раз больше Нет Сотни Спасая других В этом абсолютное зло лучше всего Да? Так держать Тебе стоит понять, кто ты на самом деле Позволишь мне жить? Ты пожалеешь об этом? Я ни о чем не пожалею Чуть не забыл тебя поблагодарить Это ведь ты помог Геносу и Кингу Спасибо тебе Эй, Сайтама Что будем делать? Хорошо Давай просто скажем, что ты остановил его И сдержал свое обещание Я все равно собираюсь остановить его сам Знаешь, я почти уверен, что именно он спас тебя и Геноса Когда вас загнали в угол Как же вы меня достали Он сбежал! Вот дерьмо! Куда он делся? Черт! Он ведь снова повторит эти зверства Неа Все будет в порядке Остальное мы должны оставить на старика Металлический рыцарь? Похоже, что угроза уже миновала Корабль, который я спроектировал Засек ядерный взрыв Теперь я начну устранение радиоактивных осадков И аналитическое расследование атаки Вы все больны острой лучевой болезнью В лаборатории вы все пройдете обязательные тесты и процедуру обеззараживания Ага Хорошо Учитель Первым делом нужно попросить доктора Кусена починить твои руки и ноги Тогда мы сможем начать поиски того, чего осталось от нашей квартиры. Здесь, в этом проливном бассейне. Так точно! Вот и все. Это конец арки. Следующая начнется очень скоро. В среду должна выйти 215-я глава, которую мы вместе прочтем у меня на стриме. Так что готовьтесь к стриму. Последние главы мне очень нравятся. Я не могу понять тех людей, которые говорят, что Ван Панчман скатился и тому подобное. Лично я считаю, что он наоборот набирает популярность. Он становится все интереснее и интереснее. Огромное спасибо Вану и Мурате. Друзья, обзор новой главы выйдет сразу на следующий день после выхода, а озвучка уже через день. У меня были кое-какие проблемы, из-за чего мне пришлось отложить озвучку аж на целую неделю. Подобного больше не повторится. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!